Здравствуйте! Сегодня я вам расскажу о посеве исопа. Исоп очень ценное лекарственное растение, помогает при бронхитах и паранхиальной астме. Я его уже посеяла, вот такие сходы у меня получились. И расскажу вам, что же я делала. Семена я не замачивала, грунт я беру универсальный, такой же, как для всей основной рассады, и присыпаю его на глубину примерно 2-3 мм. То есть на такой объем стаканчика я беру 2 чайные ложки с горкой. Далее я сбрызгиваю грунт водой и накрываю пакетиком. Сходы вот эти, им уже возраст 20 дней. Вот такие они у меня получились. Я их обрызгиваю, я всю рассаду обрызгиваю, поэтому у меня появляется такой вот налет от воды на стаканчиках. И важно грунт не переувлажнять, но не допускать пересыхания. Почему? Потому что они сразу вешают свои уши на грунт, поэтому этого делать не нужно. Я обрызгиваю ее 2 раза в день, утром и вечером. И вот такая вот у меня еще есть рассада, это тоже исоп, он уже взросленький, ему полтора месяца. Я его уже прищипнула, вот здесь, как видите, и в каждом междоузле появляются новые побеги. Вот на примере этого, смотрите, это одно растение. Вот это вот. Так, склеились. Вот это одно растение. Здесь в каждом междоузле появляются новые и новые побеги. И даже вот уже новые побеги, они выше, чем основной. Растение очень хорошо реагирует на поливы. Пересушивать грунт нельзя, потому что растения сразу начинают грустить. И также вам расскажу об исопе еще немного. Его эфирное масло очень ценное. И больше всего его содержится именно в исопе, светущем белыми цветками. Меньше всего в исопе, светущем розовыми цветками. И среднее количество в исопе, светущем синими цветками. И, кстати, еще интересная информация о том, что Александр Флейминг выделил пенислин именно на гнилых веточках исопа. Это очень полезное растение, поэтому советую его вам посеять. Оно абсолютно недорогое по стоимости, вы это можете видеть. И растение очень даже интересное. И да, оно уже даже сейчас пахнет в таком возрасте. И покажу вам еще такое же полезное растение, как исоп. Это монарда. Я ее 8 дней назад подстригла. И вот уже появляются, видите, даже вторые листочки в каждом междоузле. Растение также ароматно пахнет и помогает уменьшить потоотделение. Вот такое полезное растение у нас. Всем удачи, всем дружных сходов и до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok